здравствуйте мои дорогие сегодня я готовлю свою любимейшую закуску помидоры по-корейски ну и решила же заодно поделиться с вами своим рецептиком я их просто обожаю думаю вам они очень понравятся что я для этого буду использовать вот здесь у меня помидорки я завешала их здесь 2 килограмма 600 грамм вот это вот я уже вам показывала их собирала в тепличке это черный дебарао я их даже вообще когда я готовила эти помидоры по-корейски я помидорки резала на части но вот эти я не буду резать на части я буду их целыми использовать и не такие спелые и такие маленькие пойдет и так вот здесь я приготовила 400 грамм перца вот здесь уже начала его перекручивать я его перекручивать на мясорубке я принесла последнюю зелень нарвала что было в огороде на улице уже минус градусов надо сказать две головки чеснока я уже почистила буду использовать также подсолнечное масло уксус столовой девяти процентный сахар соль горький перец и пожалуй все и я буду и также использовать свое хорошее прекрасное настроение и передавать его вам помидоры я уже подготовила я все помыла перцы я тоже подготовила помыла мне осталось их только перекрутить значит я и буду крутить на мясорубке мясорубка у меня теперь ручная внутри камеру здесь у меня чесночок я буду все вместе перекручивать хотите можете чесночок подавить на чеснокодавки хотите также как я также у меня будет используем горький перец пока я возьму одну штучку муж мой не любит очень сильно острая а я обожаю сделаем золотую середину сейчас я сделаю смесь и попробую если будет маловато я конечно добавлю вот так вот я перекручу и включусь снова буду с вами смесь перекручена смесь из перца горького перца и чеснока вот у меня есть зелень ее тоже можно было измельчить блендере я хочу ее помельчить ножом у меня что тут укроп петрушки кусочек и лук лук двух видов вот этот вот лук кстати как будто и не чеснок и не лук мягкий как лук а вкус чеснока имеет все я его сейчас измельчу и дальше включусь вам покажу что я буду делать дальше вот так вот я меленько буду посыпаю пока все это в смесь всю эту зеленушку перемешиваю в эту смесь я сейчас добавлю уксус уксуса я буду добавлять столовый уксус 9 процентный я буду добавлять 150 миллилитров и также я буду добавлять сюда подсолнечное масло что-то все новые бутылки все позакончилось подсолнечного масла я тоже добавлю миллилитров 150 у тебя прям химический процесс здесь идет как хим лаборатории и сейчас теперь мне нужно сюда добавить 150 грамм сахара 100 от 100 до 150 грамм и вот такие вот две ложки соли вы знаете я не очень люблю соленая 2 ложки соли достаточно и 150 грамм сахара от 100 до 150 я так примерно на глазок насыплю а вы то делайте как положено теперь этот маринад я весь должна перемешать просто отличный приготовила я люблю вот в такой банке готовить это чтобы горлышко широкое было но я вот взяла еще вот эту баночку если не хватит я еще одну добавлю ну я думаю тут у меня все уложится что я буду сейчас делать готовить делать следующее я сейчас ложечку сюда вот так вот так вот размажу по дну и теперь первым слоем я буду кидать помидорки один слой накидала теперь ложечку маринада потом следующий слой еще раз ложечку маринада а то и две у меня банка но широкая но вы смотрите сами как вам нравится и удобно вот эти помидорки они долго не хранятся но примерно около месяца могут похорониться в холодильнике и вот когда уже заканчиваются помидорки обычно готовила баночек 45 чтобы надолго хватало их очень вкусная закусочка ну просто супер запах конечно тоже стоит обалденный вот если вы порежете помидорки и перевернете баночку то их можно будет кушать уже через сутки а то и меньше я вот сильно трамбовывать не хочу а я как бы сказать у меня цикл они целенькие но они очень мягкие ну прям очень мягкие куда их резать я буду может быть выдержу больше чем сутки а может не выдержу такую вкуснятину полезу пробовать вот так вот я это все кладу вот так вот что получается обалденная смесь все заливаю еще маму угощу вкуснотища все закрыла вот если вы вот так вот перевернете а для чего это делается чтобы перевернуть это для того чтобы вот маринад весь сюда пришел и здесь замариновалась быстрее вы же со дна не будете кушать когда у вас банка перевернута для этого переворачиваем банку вот еще одну баночку это я маму угощу вот еще одну баночку это я маму угощу немножечко подпередавлю чтобы побольше вошло сколько вот у меня получилось поглядите это значит нам баночка это суночку если ему понравится это маме что я хочу сказать это все должно стоять в холодильнике если вы будете переворачивать на ночь если вы хотите это кушать утром то значит обязательно под банку поставьте какую-то емкость банку поставьте в емкость потому что протечет крышка и все у вас натечет и будете хаять меня потом так как я это не буду завтра хватать все кушать поэтому у меня будет все в нормальном виде стоять и мариноваться вот так у меня получилась вот такая красотища и вкуснотища и запашистая что я хочу сказать ставьте лайки не забывайте подписываться на наш канал до новых встреч друзья мои всем пока пришла открыла баночку думаю ну-ка дай-ка попробую одну помидорку ну и вот не удержалась прям попробовала и самое интересное просто себя остановила до того такая вкуснотища получилась аж слюна бежит покажи в баночку очень все вкусно но я бы конечно подсолила и когда еще готовила даже эти помидоры но так как муж мой не любит соль поэтому я вот положила 2 ложки всего то я бы для себя еще бы поцелу давай кушай еще попробовать посмотрим как ты пробуешь да я прям их целенькими из проглотить можно ну до того вкусно всем пока пока пока